Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Сейчас кругом тут исполнение желаний, исполнение желаний, техника Джона Кеха и масса иных специалистов, которые рассказывают о том, как исполнять желания. О том, как, как бы сказать, личностный рост мой был, который принес мне и какие-то материальные блага. Я о нем рассказал в предыдущем видосе. Ничего так просто не было. Но вернемся к вот этим всем методам исполнения желаний и так далее, и так далее. Я таких прослушал, и у меня, конечно, сложилось свое собственное мнение. Я буду использовать вот одно видео, как исполнить любое желание, метод Джона Кеха, подсознание может все. Вот это Чингис Нурбу рассказывает по методу этого Джона Кеха. Вот я хочу сказать, я особо не использую свои, так сказать, а у каждого человека не есть свои, как бы, какие-то резервные возможности, можно так сказать, особые возможности, которые у человека там спят, не спят и так далее. Ну, приведу один пример. 2004 год. Я нахожусь в Самаре, в славном городе Самара. И мы собираемся с группой экстрасенсов, которые там увлекаются, медитацией, то есть все это дело делают, собираемся ехать в Индию. И руководитель нам говорит, давайте посмотрим, какая у нас будет там поездка, что как, как выйдет там. Началась небольшая медитация. Я просто закрыл вот так вот глаза ручками, и у меня возникла карта Индии, и там сразу же вот так вот начало чертиться, куда мы попадем, какой город и так далее, и так далее. Быстренько так раз-раз-раз-раз-раз, и прочертилось. Все. Я уже знал, и так открыл глаза, смотрю на них, они думают, рассуждают, то есть все-все, пятое-десятое говорят, это-то-то. И, наконец-таки, вот главное. Последовал следующий вопрос. А вот мы после того, как побываем в Индии, собрались посетить Киргизию, это озеро, по-моему, Иссык-Куль, там такое, если я не ошибаюсь. Вот, попадем ли мы туда или нет? Ну, кто что. Я опять закрываю глаза, и у меня ниточка, значит, в Москву, а с Москвы на Иссык-Куль, на Киргизстан не идет. Вот так она. Динь-динь-динь-динь. И все. Я открыл глаза, опять смотрю. Они там думали-думали, много чего там наговорили. Один я сказал, что ничего подобного не будет. И вот после того, как у нас состоялась поездка, и мы самолетом прилетели в Москву, должны были пересесть на самолет, который летит, значит, на Иссык-Куль, этого рейса не было. И, естественно, не полетели. То есть, я один. Что я еще вот этим хочу подчеркнуть? У каждого человека есть его духовная составляющая. Ну, вот я скажу, это вы как поймете, так поймете. Которая развита, или так, можно сказать, в течение многих-многих жизней. Это наработки идут. И когда, знаете, вот такие вот вещи, вот я там, знаете, могу, я там что-то предскажу, я что-то скажу и так далее, и так далее. Это, вот некоторые называют его подсознанием. Нет, это не подсознание, это нечто другое. Вот эта вот твоя духовная сущность, она, как бы, знаете, так это самое, несколько как бы возмущается. Что ты тут, мол, это самое, представляешь из себя? Ну-ка, ну-ка, давай-ка мы с тобой помиримся с селами. И вот этот вот феномен я в Самаре очень явственно на себе прочувствовал. Ну, никто ничего не мог сделать, хотя тут они говорили, то и все, и пятое-десятое. А вот оказалось так. Ну, не буду говорить о том, что там третий глаз открыт, там закрыт, или еще там что-то такое дело. Но, тем не менее, я кое-чем занимался. Я вам рассказывал о методике «Красивые слова». Когда вы с помощью написания красивых слов как бы окружаете себя, вот это, то есть вы формируете совершенно иную, такую благоприятную реальность вокруг себя. И я считаю, что мы мыслями прорастаем во все это пространство и, как бы сказать, соединяемся, ну, будем говорить, там, с удачей, там, со здоровьем и прочее, 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 прочее. И вот за счет этого мы начинаем с ними, можно сказать, резонировать, если наше сознание настроено. И, как бы сказать, приобретать совершенно иные качества во всем отношении. То есть наша вот эта вот личность, вот, в которой я сижу, телесная, сознание, там, которое у меня есть, они начинают приобретать совершенно иные качества и, естественно, возможности. Продемонстрирую. Вот буквально-таки два-три дня я в этой методике поработал, и мне пришли оттуда стихи. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миру. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю. Я буду жить и процветать, любого и счастья воплощать, заполнить им все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. Мгновенно меняется аналитическая, так сказать, обстановка. Вы, как бы сказать, подключаетесь действительно к каким-то силам. То есть с вами поговорил, вот, будем говорить, вселенный разум. Вот так вот. Но! Вот тут – но! Но-но-но-но-но! Все это может, вот как мне, дастся авансом. При этом, вот знаете, настолько наступило вот то состояние окрыленности, радости и энергетического такой наполненности. Буквально ты летал, вот-вот-вот все. И в мыслях, что можешь все сочинять, там еще что-то там делать и так далее, и так далее, и так далее. Но все это проверяется нравственными, будем говорить, нормами. Как ты к этому относишься? И первое же, первое же испытание, естественно, даются испытания. А ты достоин этого или не достоин? И первое же испытание я успешно провалил. И знаете, внутренний голос еще мне говорил, вот оттуда, не делай этого, не делай этого. Что сделал я лично? А просто-напросто, когда я выезжаю из гаража на машине, водопроводный люк, ну я езжу, да, он как раз напротив ворот. И этот водопроводный люк, металлический там, чугунину, сперли, образовалась яма, и ты туда можешь на машине упасть. Вот, и я, хотя внутренний голос говорил, не делай этого, не делай этого, я сделал плохое пожелание. И как только я его сделал, следующую трансформацию ощутил в своей этой сущности, как будто ее спустили так, как шарик. Из красивого, знаете, на полного шарика, которым вот мы любуемся его цветом, его формой. Когда его протыкает, он превращается в какую-то некрасивую тряпочку. Вот так точно и со мной произошло. Поэтому, поэтому я теперь, теперь осознал вот эти, все эти вещи, я не раз оступался, там достаточно всего. Но вот понял, вот это вот нравственные законы, они действуют, я начал очень осторожно ко всему этому относиться и начал опять, опять потихонечку набирать, набирать, набирать. И вот, вот этот гравитационный или изодинамический гимнастик, когда я подошел к лицам, который уже физически не поднимешь. А для того, чтобы это сделать, ты должен изменить всю свою, будем говорить, сущность, которая вот здесь вот. Ты должен стать совершенно иным. Кстати, это многие люди совершенно, как бы сказать, случайно или не случайно нашли вот эту вот закономерность. Помните, как это Кокошины говорило? Если ты хочешь иметь то, чего у тебя на данный момент в жизни нет, ты должен поступать так, как ты раньше не поступал, чтобы это у тебя было. Вот, то есть поменять, грубо говоря, весь свой склад ума, мышлений и прочее, 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 прочее. И вот тогда, тогда что-то начнет получаться. Вот, я как-то в этом направлении перестал работать. А сейчас вот, в связи с этой изодинамической гимнастик, я подошел вплотную, что без этого двигаться дальше невозможно. То есть одно дело, да, там накачал бивень, там, грубо говоря, гормонов там принял и так далее. Ой, я какой! Ну и что, потом сдулся и все, и еще и здоровье потерял. Вот, а есть совершенно иные, то есть это, так, знаете, какая-то детская забава, которую все, вау, вау, тело, то и все, пятое, десятое. А есть совершенно иная работа, это работа со своей собственной сущностью и более того, не только со своей собственной сущностью, а работа с жизнедателем, который тебе все дал. Все дал! Сознание, тело, пищу, место и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть я подошел к этому этапу, в который, будем говорить, уперся и надо в нем работать. Работать в нем можно, работа не такая уж сложная, ну, знаете, как в голоде. Вот это один денечек должен насадить на другой денечек, третий денечек и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Ты в этом должен, будем говорить, как бы сказать, ну, желательно постоянно быть, хотя некоторые советуют, что там меньше быть. И вот как раз столкнулся я с этим самым Чингис Норбу, ну, как столкнулся, этот, Ютуб мне выбросил, который вот рассказывает видосики, как исполнить любое желание, метод Джона Кеха, подсознание может все. И я вот сейчас, не просто для вас, а для себя, разберу этот видос и далее, далее, с учетом, я начну заниматься. Иногда бывает, знаете, вот человек, как бы сказать, да все нормально вроде, все нормально, и он так поплыл по течению, а потом понимает, слушай, да что-то это течение куда-то не туда заводит, надо все-таки это, брать руль в свои руки и грести на веслах. Итак, давайте начнем этот видосик после вот этого отступления. Я лично для себя, не то, что сказать, что мы там на равных с этим Джоном Кехой и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче, вы просмотрите и поймете, ну, я не считаю, значит, кто-то выше, кто-то ниже, будем говорить, но разберемся. Давайте. Итак, поехали. Здравствуйте. Сегодня вы узнаете, что нужно делать, чтобы исполнилось любое ваше желание, используя проверенный на практике метод Джона Кеха. Вот смотрите, любое желание, конечно, это очень громко сказано, любое желание. Помните сказку о золотой рыбке, когда старуха, я хочу быть сама в ладыческой, морской, и все поломалось. То есть желаниями надо также как-то, знаете, понимать, соотноситься, кто вы. И насколько это желание ваше не будет противоречить или подавлять жизнь остальных живых существ, естественно, людей. Даже в ситуации кризиса. Данный метод дает результат и помог уже исполнить желания сотням тысяч людей по всему миру. Ну, какие-то желания. Вот я смотрю на, так понимаю, это Джон Кеха. Везде имеются, как бы сказать, свои какие-то ограничения или возможности в достижении тех или их желаний. Ну, если так вот посмотреть, грубо говоря, я хочу выглядеть молодым. Когда мне было, допустим, грубо говоря, пусть 30 лет. Естественно, Джон Кеха, он тоже бы хотел выглядеть молодым. Но, посмотрите на него, и видно, что либо он тут не работал, либо каждое желание имеет какие-то пределы. Простой, но в то же время очень результативный метод, который не требует много времени. Буквально 5-10 минут. И если смогли другие, значит и вы сможете. Вы узнаете прям пошагово, что конкретно нужно делать, чтобы ваши желания осуществились. Но вначале, буквально пару слов, давайте расскажу непосредственно об авторе данной методики. Это Джон Кеха. Многие из вас его уже знают. Джон Кеха автор бестселлера «Подсознание может все». Его методикой пользуются звезды, известные и успешные люди, политики, бизнесмены. Такие, как Арнольд Шасснеггер, Хиллари Клинтон, Опра Уинфри, Билл Гейтс и многие другие. Хотя раньше Кеха был никому неизвестным энтузиастом. Обычным человеком, как мы с вами. Но он решил уйти в лес и прожил там в уединении в течение трех лет, изучая работу мозга и способ активации его скрытых возможностей. Стоп! Вот смотрите. Для того, чтобы вы что-то узнали и вам, как бы сказать, вас не сбивали с вот этого пути, на которого вы встали, желательно уединиться. Ну вот в данном случае на три года уединился этот Джон Кеха. Три года он занимался своим, значит, сознанием. Что и как работает, вот как оно, как это все работает. И уединение, уединение так вот, в данном случае, позволило сконцентрироваться на работе своего собственного сознания. Если взять опыт святых, то же самое. То есть, все это было давным-давно. Было, да забыло. И вот опять-таки, люди изобретают по новой велосипед. Ну, ладно, давайте дальше. Он разработал практическую методику, содержащую конкретные рекомендации, следуя которым вы обязательно сможете достичь своих целей. Когда-то он ничего не имел и жил в хижине в лесу. А сейчас он долларовый мультимиллионер. И все благодаря своей методике. И вот это подкупает. Еще хочу сказать. Ничего не вечно под Луной. Все, все, что тут мы что-то создали, это мы используем. На этой планете Земля. Опыт предыдущих поколений, там, так или иначе. Но главное, если взять меня, если взять там Джона Киха, это умение сложить вот эти все знания и применить их к себе. И смотрим на результат. Итак, давайте прямо по шагам, в чем заключается методика. Первый шаг. Создайте четкий образ своего будущего «я». То есть, создайте образ того, кем хотите стать. Богатым, здоровым, счастливым, с любимым человеком. Вы должны четко понимать, чего вы хотите. Вот это очень важно. Первый этап. Понимание, чего мы хотим. Понимание вначале, чего мы хотим. Это должно быть действительно такое какое-то ясное представление, чего мы хотим. И для этого надо, опять-таки, поработать своим умом. В сознании активировать процессы, чтобы понимали. Большинство людей не понимает, чего они хотят. Они живут самотеком. Как идет, так и идет. Как сложилась вот школа, там, допустим, потом институт или работа, семья, пенсия, домино, рыбалка, поездки за границу. Ну, жизнь, о. Окружающая действительность сможет измениться только после того, как вы выработаете понимание, чего вы хотите, и направите на это свои мысли. О. Вот тут просто так сказано. И направите на это свои мысли. Оказывается, что именно мысль – это та творческая сила, которая начинает особым образом структурировать пространство вокруг вас. И, естественно, за счет этого начнутся притягиваться совершенно иные обстоятельства. То есть мысль ваша, вот вы представили себе себя, далее представили, это уже посыл, то есть вы меняете свою ауру, вы меняете, как бы сказать, прорастаете своими мыслями в пространство и начинаете с ним взаимодействовать совершенно иначе, нежели вы взаимодействовали, ну, до этого. Джон Кехо говорит, что все существует в виде потенциальных возможностей. От вас требуется лишь концентрированно направлять свои мысли на вашу цель и тогда она станет реальностью. Так, я бы не сказал, что все существует в каких-то там потенциях и так далее, так далее. Мысль – это творческая сила, с помощью которой мы можем… Вот знаете, сейчас это очень хорошо и иллюстрируется тем, что вот он у меня компьютер, вон там стоит этот самый Wi-Fi, и в зависимости от запроса, запроса того же на YouTube, я притягиваю ту или иную информацию в зависимости от запроса. То есть уже техника нам иллюстрирует, что мы можем притянуть, какой информацией мы можем подключиться и что она нам может дать. То есть в данном случае там какие-то там блага, еще что-то, еще что-то, еще что-то и так далее. Видите, как интересно? Мысль работает, работает мысль и притягивает. Для этого не нужно иметь много денег или обладать какими-то особенными талантами. Все произойдет автоматически. Кеха утверждает, что именно мозг создает окружающую нас действительность. Стоп! Знаете, вот я сейчас так и хочется мне, знаете, похвастаться, что я тут гениален, и я сейчас могу очень просто разбить вот эту вот идею о мозге и о сознании. Что первично, сознание или мозг? Слушайте меня кратко и ясно. Яйцеклетка, которая оплодотворена, начинает принимать особую форму. То есть она проходит через ряд стадий формообразующих и превращается в конце концов в человеческий плод. Где тут мозг? Мозга-то нету. Мозг формируется под действием вот этого формообразующей информации. То есть уже первоначальная информация была, которая начинает влиять на яйцеклетку, заставлять ее делиться так, 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 в результате чего образуется и мозг, и тело, и мышцы, и прочее, прочее, прочее. Причем тут мозг, он еще ничего, а уже видите, какая работа идет в виде формообразования. То есть в виде формообразования, вот опять-таки. А если смотрите, грубо говоря, знаете, вот раньше говорили, что особенно в средние века, когда люди жили вместе с животными, с домашними животными. То есть вот здесь, грубо говоря, ну там не спальня, а взрослые спали, жили. А тут буквально-таки за этой самой, за загородочкой, коровы стояли, там, быки и так далее, и так далее. И было замечено, что если идет вот на этих стадиях, когда началось, значит, формирование, я думаю, вот это яйцеклеточки с каким-то там, допустим, там, ну, живот именно больше общается, а не знаю там это. То это влияет, и в результате, получается, какие-то непонятные существа рождаются. Их было очень много в средние века. Вот так, немножечко поинтересуйтесь этим делом. Это очень интересно. Поэтому, не мозг, ну нету мозга, не у яйцеклетки нету мозга. Ну, грубо говоря, мозг уже имеется там, ну, у зародыша-то. Ну, чего он там уже делать? А формообразование идет, то есть идет формообразование, которое лепит плод человека. То есть мозг тут ни при чем. Мозг, как в компьютере, знаете, это от железяка. А чтобы компьютер стал полноценным, значит, надо подать сюда электричество, и плюс еще тут будет программа. И вот тогда вот это заработает. Но не мозг, не мозг. Не надо, знаете, вот это вот переворачивать понятия, которые заблуждаются. И с этим мозгом носятся, как дурни со ступой. Второй шаг – это визуализация. После того, как вы определились, чего именно вы хотите, необходимо это мысленно представить во всех деталях. То есть вы мысленно представляете, что ваше желание уже сбылось, и вы получили то, что хотели. Это очень важный шаг. Это очень важный шаг. Наша мысль вообще-то, рождаясь, грубо говоря, в тонком мире, очень тонком, она стремится пройти. Кстати, я писал в целительных силах этот процесс. Многие не поняли его, не читали и так далее. Уже давным-давно я это все сделал. Она стремится материализоваться. Вот зарождаясь там в глубинах, грубо говоря, нашего сознания, она хочет выразиться в виде какого-то материального действия. И тут очень правильно, мы, опять-таки, визуализация это, мы с помощью силы сознания, что там у нас мозг, опять-таки, этот, 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 самый, кусочек этого там, нашего там тела в голове. Чего он? Да он жирный из-за того, чтобы лучше принимать вот эти все информацию из окружающего пространства. Те процессы, которые у нас здесь совершаются, они, будем говорить, воспринимаются, надо из тонкого, как бы сказать, энергетического субстанции перевести это на материальную. И для этого должны быть посредники. И как раз жировая субстанция вот этого мозга одна из лучших, которая уже начинает это все воспринимать. Понятно? Так вот, вернемся к визуализации. И теперь, когда вы определили, что вы хотите, надо действительно это все теперь, опять-таки, с помощью силой мысли, а именно мыслительный аппарат, это наш самый главный инструмент у человека разумного, именно он главный, визуализировать, то есть представить, что вы хотите. Как яйцеклетка изменяется по действиям программы, которая ее обволакивает и выстраивает, так точно и мы можем, и это получается действительно, мы можем, представляя все это в мельчайших деталях, что, что и как, десятое, что, как мы себя видим, каким-то молодым или каким-то еще успешным и так далее, создать вот этот образ и притянуть, то есть не притянуть, а одеть на себя. Что такое визуализация? Визуализация – это именно информационная работа с пространством. И вот этот образ, который мы создали, он начинает структурировать и наше тело, он начинает структурировать действительно и наши отношения и так далее, и так далее. То есть благодаря визуализации мы, как бы сказать, представляем себя, пространство совершенно иным, нежели до этого. Вот до этого был Петрович, вот такой вот, а начал визуализировать, он показал себя пространству как совершенно какая-то иная личность с иными качествами и так далее, и так далее. И очень важно, что вот это представил, закончить процесс, что это уже есть, это уже есть, вот этот образ, он уже есть. И просто-напросто в дальнейшем, ну, я немножко забью его, подпитывать его вот этими вот образами, мыслями, подпитывать, подпитывать. То есть процесс не сразу совершается, грубо говоря, человек, чтобы родился от зачатия до рождения 9 месяцев, и тут так же идут процессы, они не сразу так бах, щелкают. Также Джон Кеха описывает шаги в успешной визуализации. Первый шаг – определить, с чего вы хотите добиться. Это может быть найти работу, познакомиться с любимым человеком, увеличить свой доход, погасить кредиты или выиграть лотерею и тому подобное. Ну, это какая-то вообще-то мелочь, знаете, вот это вот меркантильные эти все вещи, но тем не менее для кого-то это важно. Ну, не будем говорить, но представьте, что это все есть, и ледишь, и это сработает. Ну, дальше. Второй шаг – расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел, переведите дух, отдыхая телом и душой. Так, расслабиться. Вот здесь очень важно, очень важно, это вот это вот восприятие, которое, знаете, что такое восприятие? Я вижу видеокамеры, которые снимают, вот тут, что на столе у меня разброшено, там-сам. Я вижу этого лектора, грубо говоря, да, Чингиса, Норбу, вижу, и так далее. Я много чего вижу, вижу. И вот это то, это то является тем отвлекающим фоном, через который мышление не проходит. То есть, те мысли, которые мы хотим себя окружить, те вещи, которые мы хотим, значит, заиметь, мы должны беспрепятственно послать. И оказывается, и оказывается, наше сознание, вот это вот обыденное, которое тут у нас имеется, она, это помеха, это, знаете, ширма, это штора, это своеобразный туман, который не дает этому исполниться. И для того, чтобы этот туман, ширмы и прочее-прочее убрать, надо расслабиться и отключиться. То есть, сначала у нас идет визуализация, вы посылаете вот эти все свои, так сказать, образы, как, что и что, и как там должно быть. То есть, вы работаете с пространством, вы структурируете себя и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а потом только, хопа, расслабились, пусть это поработает, пусть это поработает. И для этого надо отключить восприятие, расслабиться, ни о чем не думать и так далее. Вот, просто отключиться, дать посылу, вот этому образно-волевому этому посылу, образному, можно сказать, посылу мыслительному поработать. Третий шаг. В течение пяти минут мысленно представляйте желаемую реальность. Представляйте свои цели так, как будто все это происходит с вами наяву, прямо сейчас. Создайте видеофильм с вашей новой реальностью, создайте детальные образы, войдите в роль и мысленно проигрывайте. Вот как раз о чем я и говорил. То есть, одно дело, значит, вы расслабились, а потом что надо делать? А потом надо вот эту картину, которую желаемую, ее надо подпитывать, ее надо насыщать, ее надо действительно, знаете, вот как я вам говорил, жизнь свою можно как песню пропеть красиво. То есть, вы ее пропиваете красиво, насыщаете. Важно в мельчайших деталях и ощущениях это все сделать. И это все, именно это работает на окружающей пространстве, и это начинает, вокруг вас собирается. Это, знаете, как действительно, как вот, с кем вы общаетесь. Общайтесь с одним кругом. Это один круг. Общайтесь с другим кругом. Это другой круг. С третьим. И так далее, и так далее. Поэтому тут отсеивайте всех ненужных людей, грубо говоря. Но в данном случае отсеивайте все ненужные, но это дальше пойдет, там, мысли и прочее, прочее, прочее. Вы должны напитать себя. И этот процесс поддерживать, 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 окружать себя, вот, знаете, особенно с радостью, с любовью, прекрасно визуализируя это все с закрытыми глазами. Кстати, для того, чтобы визуализация была, ее тоже надо с ней поработать, чтобы вы представляли эту картинку, допустим, вы осмотрите на какую-то картинку, закрыли глаза, и она у вас стоит перед закрытыми глазами. Это тоже не просто так сделать, это нужна специальная тонировка на счет этого. У некоторых не идет визуализация, поэтому, ну, по разным там причинам, грубо говоря. И так, вы поняли. Создав образ, мы его должны поддерживать. Мы его должны, как бы сказать, напитывать, воспитывать, лелеять, взращивать. И тогда он начнет работать. Также Кеха дает примечание, что делать эти три шага необходимо каждый день, не менее одного раза. И чем больше, тем лучше. Естественно, Ваня же только что сказал. Если вы это что-то хотите действительно, как бы сказать, одно дело, знаете, по максимуму получить, а другое дело, да, так. То есть, чтобы это у вас не рассеивалось. Вот этот, грубо говоря, фантум, который мы создаем, мысленного успеха, мысленной удачи, мысленного изменения тела, омоложения, красоты, там, денег и прочее, 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 он имеет особенности, это такие особенности, это вот эта энергия, которую мы вложили, она рассеивается, структура ее разуплотняется, и она только... и ее нет. Поэтому, для того, чтобы это все было и укреплялось, мы должны с вами работать мыслительно. Несколько, ну, хотя бы, вот как говорят, раз там в день, а на самом деле надо побольше работать. И здесь где-то, вот, образно-волевые настрои, сытино, они прекрасно будут, как бы, скажем, служить вот этому дополнению, проговариванию, что вы хотите, то есть, слово, образ будет работать на то, и, грубо говоря, энергетика, все более и более упрочняя ваш этот вот фантом, который вы создаете за счет образного мышления. Следующий шаг после визуализации – это закладка мыслей. При закладке мыслей, в отличие от визуализации, вы в первую очередь концентрируетесь на своих ощущениях от представляемого. Картинка уже не так важна. Главное – ваши ощущения, ваши эмоции, чувства. Представьте, что вы будете испытывать, когда ваше желание исполнится. О, смотрите. То есть, первый этап, знаете, опять-таки, вот, как я вам рассказываю, уплотнение, материализация мыслительного процесса. Первое – это вы вот просто, как бы, создаете образ. Образ создали, мысленно, все так, да-да-да-да-да. Вроде создали, вот он. Далее идет насыщение его энергетикой. И, как бы сказать, по мере насыщения, вы начинаете переходить на другой уровень. На уровень не визуализации, то есть, работы с мыслями и так далее. Хотя и это продолжаете делать. А вы уже начинаете на уровень ощущений, на уровень эмоций. То есть, вы начинаете это все материализовать. То тонкое мышление, образное, которое вы создали, начинает превращаться с помощью вот этого приема, оно начинает превращаться в материальное. То есть, уже осязаемое. И для того, чтобы осязаемое, вы действительно должны, ага, радоваться этому. То есть, эмоции соответствующие. А соответствующее ощущение, соответствующее поведение и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы, интересно, конечно, показываете, что я вот уже этого достойный. Я уже веду себя так, как это. И очень действительно важно это показать, что вы этого достойны и ведете уже так. И тогда, как бы сказать, невольно вот это все начинает вам подчиняться. Начинает, будем говорить, материализоваться, делаться и так далее, и так далее, и так далее. Вы уже, можно сказать, на грани того, что вот это вот желание у вас осуществится. Вы этому уже радуетесь, знаете, радуетесь до того, как это осуществилось. Вот вы радуетесь, радуетесь, радуетесь. И оно такое – бац! Ну, поедем дальше. Видите, как я рассуждаю? Чувство радости, непомерного счастья, эйфории, окрыленность. Какова бы ни была ваша реакция, мысленно представьте свои чувства, пропустите их через себя. Живите с ощущением уверенности, что вы уже добились желаемого. Вот, добились желаемого, вот это вот все. А раз вы, как бы, добились желаемого, вот оно, вот, и, как бы сказать, оно издается на милость победителя. Вы уже стали его достойным. Это очень важная, интересная вещь, что там ничего там не говорят, но я же, я же. Вот, что вы показываете, что вы достойны этого, не просто своей эгоистической какой-то природы, я этого достойный, я этого достойный, а вы меняете свою сущность и становитесь тем, кому это должно принадлежать. Это большая вещь. Видите, я сейчас вот такие вещи рассказываю, которые там никто не рассказывает. То есть вы становитесь достойными этому, вы показываете, что вы изменились, что вы это уже оно. И как это оно не быть, если вы таким стали? Я думаю, Леночка Блиновская как раз вот эту вот вещь и внедрила в свою жизнь. И она сработала. Вот как она бывает. А я в этом отношении не работал. А сейчас буду работать. При этом не стоит уделять особое внимание к мыслиным картинам. Вас должно больше интересовать ваши эмоции, а также физические ощущения от достигнутого. Румянец на щеках, бешено колотящееся сердце или, возможно, даже слезы счастья. Четвертый шаг по методу Джона Кеха – это регулярность. Вот как я вам сказал, то есть вы должны это уже ощущать на осязаемом уровне. То есть на осязаемом уровне процесс мыслительного уровня проходит через ощущения, через эмоции, через вот эти все эти. И... и... идиот. Ах! У меня аж настроение повысилось. Как я говорю? Ай, как я говорю! Это будет самая лучшая лекция из всех там на удачу и так далее. Мысли обычного человека подобны искрам костра. По отдельности они быстро исчезают, не оказав воздействия, хотя их пучок обладает потенциалом пламени. То же самое происходит и с единичной мыслью. Она не обладает большой силой, но многократно повторяя, ее можно сконцентрировать и направить на свое желание, увеличив силу. Мысль – это энергия. Она постоянно стремится обрести форму в физическом мире. Чем больше число повторений, тем большую силу и способность к выражению приобретает мысль. Поэтому необходимо регулярно делать практики, желательно ежедневно хотя бы по 5 минут. И именно повторение и настойчивость отличают визуализацию и закладку мыслей от бесполезных фантазий. О чем я вам говорю? Вы должны вот этого своего ребенка счастья, вот этот фантом счастья, фантом вот этой роскошной жизни, фантом здоровья, фантом изобилия и так далее, вы его должны подпитывать. Он обретает все более и более бумажные черты и начинает работать. Поэтому нужна регулярность. И не 5 минут, а побольше. И вот тут, вот тут, так как Джон этот Кеха не знал об образно-волевых настроях Сытина, тут вот эти вот правильно составит настрой Сытина, который облегчит вам. То есть вы с помощью мыслей, облеченных в слова и ощущения, вам будет легче, читая этот настрой, вот это все прорисовывать в свой фантом, укреплять, насыщать, материализовать. Чтобы проще было понять, представьте себе увлечительное стекло, сквозь которое проходят солнечные лучи. Если двигать его из стороны в сторону, то энергия солнечных лучей рассеивается. Однако, закрепив стекло на определенной высоте, вы сконцентрируете те же солнечные лучи, и они внезапно обретут силу, способную вызвать даже возгорание. То же самое происходит и с вашими мыслями. Когда вы фокутируетесь на своих желаниях, ваши мысли обретают силу. Ну, они, как бы сказать, ну это так сказано, ваши мысли обретают силу. Нет, они, они наконец-таки производят нужную работу. Ну, в смысле увеличительное стекло, да, навели там огонь. Они производят нужную работу. Вам нужно проделать определенную работу по выращиванию вот этого вот фантома, и материализации его, который уже начнет работать. И плюс, и изменения, все эти изменения, как вот фантомы, и так, который, будем говорить, одевается на себя, но не будем говорить, а то вы там запутаясь, одеваетесь фантом на себя, просто-напросто вот это вы окружаете себя, с помощью вот этих мыслей, образов и так далее, ощущений, вы окружаете себя совершенно, как бы сказать, иной реальностью, вы становитесь совершенно иным и не то, что достойным, а соответствующим тому, что вы хотите. О, как правильно надо сказать. Вы начинаете соответствовать тому, чему вы хотите. Кстати, я начал понимать, что Леночка Блиновская сказала, что в середине этого года она там достигнет, выйдет на такой уровень, на такой уровень, что все остальное там будет где-то там муравьев. В чем это выражается? Да, это выражается в том, что настолько можно изменить свою сущность с помощью вот этой всей работы, что вы действительно можете достичь очень-очень высоких, как бы сказать, высот и так далее, и так далее. Но опять-таки, опять-таки, все вот это. Важно понимать, чтобы это не пересекалось с ущербом для других живущих здесь. Вот если это пересекается как-то, то не совсем все удается. Чтобы вы это отлично понимали. Что можно, а что нельзя. Пятый шаг по методу Джона Кеха – это концентрация и размышления. Многие люди имеют ложное представление о том, что такое концентрация. В основном для них она ассоциируется с тяжелой и нудной работой. Однако, если вы когда-нибудь испытывали радость от просмотра фильма или прослушивание захватывающей истории, то согласитесь, что концентрироваться вполне естественно и совсем несложно. Концентрация не требует очень больших усилий. Это навык, которым можно обладеть и которым можно развить. Главное – практиковаться. Так, стоп, 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 стоп. Я же, я же, я же. Слушайте, концентрация. Наш ум постоянно блуждает. Он очень трудно сосредотачивается на чем-то одном. Но тут вот интересная вещь указана, но она не рассказана, не разъяснена. Я вам ее-то разжеву. Вот когда это будет вам интересно, когда вы от этого будете получать, можно сказать, кайф, радость, вот тогда вы можете на этом концентрироваться довольно-таки долго и плодотворно. Поэтому важно во время процесса концентрации останавливаться на таких вещах, это мысленно вы концентрируетесь, которые вам приятны, которые вас как-то будоражат, которые вас действительно окрыляют, которые, как бы сказать, вам какие-то возможности дают на будущее и так далее. Вот тогда будет концентрация идти в радость, тогда будет концентрация еще, понимаете, она с радостью, она еще будет более сильно, более лучше. Концентрация без радости и на неприятных таких вещах, которые вам неприятны, она ничего вам хорошего не принесет. Только на приятных вещах вы можете концентрироваться относительно долго, плодотворно и хорошо. Поэтому отбирайте мысленно, на чем вы будете концентрироваться. И как большинство навыков, чем чаще вы что-то делаете, тем совершеннее это становится. Ну, естественно, чем чаще вы это делаете, то есть у нас все тренируется, все тренируется, все развивается, но область работы с сознанием, это совершенно иная область, которой ранее занимались много тысяч лет назад, увы, Индии там и так далее, и так далее, там все это было разработано. А потом это все только, знаете, все исчезало, 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 и буквально-таки в детском варианте, вот так вот проявляется сейчас, как я вам даже это объясняю, это детский уровень, который я, правда, разжевываю. Способность концентрироваться и фокусировать свой мозг на какой-то определенной идее или мысли является залогом успешного использования силы мозга. Стоп, ну какой мозг? Вот, знаете, вот это подмена понятий, я уже вам объяснил, что такое мозг, что такое сознание. Это разные вещи. Вы работаете со своим собственным сознанием, а не с кусочком тела, которое находится в голове. К сожалению, если вы никогда не тренировали свой мозг, то обнаружите, что он довольно неуправляемый и постоянно перескакивает с мысли на мысль. Не мозг, а сознание перескакивает туда-сюда. Ну что мозг может перескочить, а мозг перескакивает? Смотрите, у нас имеется пять органов чувств. И вот я что-то слушаю, и уже мысль туда. Я что-то вижу, она туда. И, значит, кто-то погладил, она сюда. И так далее, так далее, так далее, так далее. Древние мудрецы сравнивали сознание с обезьяной. Она скачет везде. Где там что-то, что там увидит, туда поскакала, где услышит, там поскакала. Тут вкусно, тут хорошо, то-то еще там это самое. Сознание. И, конечно, эту обезьяну, скачущую вот эти мысли бесконтрольные и так далее, надо подчинить. Потому что мы являемся хозяевами всех этих мыслей. И ни в коем случае нельзя сделать, чтобы мысли становились хозяевами нашего сознания. Кстати, знаете, интересно, как бы сказать, там говорится, что тело является, грубо говоря, повозкой. Кони являются органами чувств. А окружающее пространство, в том числе трава, деревья и так далее, для этих коней является пастбище. Уже тогда все было разъяснено, кто в этом деле не участвует для того, Джон Киха, это что-то там такое. Но только не для меня. Вот, например, посмотрев это видео, попробуйте хотя бы в течение одной минуты думать только об одном. Скорее всего, у вас не получится. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, хотя бы 5 секунд подумать. А знаете, для того, чтобы вот, как бы сказать, вам научиться сосредотачиваться, вы начинаете просто с таких вот, как бы, ощущений. Ну, хотя бы возьмите и чешите себе кончик носа и на этом сосредотачиваетесь. Нет, пальчик. Уже вы сосредоточены на действии и все остальное как-то отпало. И потихонечку вы уже научитесь и концентрироваться на мыслях. Да, как легко и просто объяснил. Чтобы управлять мыслями, нужно приложить немало усилий. Именно этим вы и должны овладеть. Научиться заставлять свой мозг создавать необходимые вам мысли по вашему желанию и отбрасывать мысли, которые вам не нужны. Работа с сознанием, научить его, ну, как научить его, оно, дисциплинировать. Не столько научить, как дисциплинировать. Создал нужную мысль или образ, держать ее. Потому что это действительно хорошее, вообще-то, сравнение, как вы там будто с этой лупой что-то там сжете. Вы, значит, наводите, и чем дольше вы держите эту мысль, тем действительно она может там прожечь, что-то сделать. А если она вот так вот скачет, одна мысль другая, да ничего не будет. Ну вот ничего не будет. Пока вы будете учиняться каждой своей мысли, позволяя ей уносить вас в неведомое направление, вы останетесь в плену своих фантазий, забот и желаний. Каждая мысль имеет силу над вами, а должно быть наоборот. Вы должны управлять своими мыслями. И как раз обучаясь концентрации, вы обретаете над ними контроль. О чем я говорю? Вы должны отобрать мысли, лишние отсеять. А чтобы, смотрите, вот опять-таки отобрать нужную мысль, очень важно, чтобы вы могли сосредоточиться на чем-то приятном для вас. Тогда вам легче удержать внимание на этом приятном, легче удержать внимание вот над этой мыслью, которая, так бы сказать, вот это приятно. Вплоть до того, что некоторые рекомендуют, знаете, что делать, чтобы научиться работе с мыслей, медленно рассматривать рисунок, переходя от одной детали к другой. Вот вы переходите, переходите, а это, а это, а это, а это. В итоге у вас мысль как-то концентрируется на этой картине, она не рассеивается, не уходит от этого, эта картина, потом раз, тут кино, виды камеры, тут еще что-то и так далее. То есть есть разные техники, которые позволяют научиться этому. Ну, кое-что я вам тут рассказываю. Развитие концентрации подобно развитию управления мышцами. Начав занятие в спортивном зале, вы убедитесь, что первая тренировка окажется весьма утомительной и неприятной. Но продолжая заниматься каждый день или через день по определенной программе, вы вскоре обнаружите, насколько это приятно и увлекательно. Кроме того, улучшится ваше самочувствие. Повысится выносливость и улучшится общее физическое состояние. Вот смотрите, вот перечислено. А почему улучшится состояние, выносливость и так далее? Дело в том, что оказывается, оказывается. Вот это, вы знаете, как бы наше тело, вроде мы считаем наше тело основным потребителем энергии. Нет. Оно потребляет наиболее грубую энергию. И более того, чтобы оно работало, надо, чтобы умственно вот эта вот энергия, через посредством, грубо говоря, пройдя через мозг, по нервам уже задействовала там все это такое. Но первоначально у нас это работа, работа нашего сознания. И вот если мы, опять-таки, берем как компьютер, если мы на компьютере работаем с одной программой, то все ресурсы компьютера направлены на ее реализацию. Она легко и просто работает без всяких зависаний. Если же мы с вами откроем несколько приложений, таких мощных программ, то, естественно, компьютер это все не потянет. Так, ну, это вот очень хорошо теперь сравнивать наш организм с компьютером. И поэтому у нас и возникает, что мы начинаем уставать, мы начинаем себя плохо чувствовать, потому что куча всяких этих самых программулик, которые жрут нашу энергию, нам мешает просто-напросто жить. У нас нету, знаете, сосредоточения. А когда вот это есть, мы обслуживаем одну программу, которую нам надо. У нас появляется действительно лишняя энергия, мы начинаем отдыхать. Концентрируясь на чем-то, мы начинаем отдыхать. В отличие от хаотического мышления, которое вокруг. Ага, тут надо фильм посмотреть, надо мороженое. Съесть, надо там это самое, еще там что-то сделать. Ох, тут на машинке прокатиться. В бассейн, так, рыбалка, та-та-та-та-та-та-та. И все такое. Съесть полку колбасы. То же происходит и при работе в спортзале вашего мозга. Ваш мозг не приучен к дисциплине. Поэтому первые попытки сконцентрироваться будут встречены с сопротивлением. Не мозг, а сознание. Да, если нет дисциплины в сознании, дисциплины мышления, то это, знаете, вот бесконтрольные мысли, они могут быть, знаете, как какие-то болезнетворные образования, которые, проявляясь через наше сознание, вот одно типное мышление, мысли, они подпитывают соответствующие, грубо говоря, ну, в конце концов, соответствующие сущности подпитывают. И когда мы за счет концентрации обрезаем доступ к своему, будем говорить, энергетическому обеспечению, то начинается возмущение там, что ли как. Поэтому, работая с сознанием, работая с концентрацией, с вниманием и так далее, мы начинаем обнаруживать в себе разного рода помехи, разного рода, грубо говоря, даже сущности, разного рода всякую ерунду, которая паразитируется на нас. И хочет нас направить там на обжорство, на прелюбодеяние, на лень, на еще что-то, на еще, на еще что-то и так далее. А мы им только перекрываем доступ. И в результате этого они бунтуют, и мы начинаем с ними бороться. Кстати, кстати, ну что там, Джон Кеха, я не знаю, правда, я его не читал, все. Вот когда вы начинаете голодать, то по мере голодания вам начинают сниться сны, которые отображают работу в вашем сознании. То есть какие-то змеи начинают там дохнуть и отползать, какие-то люди, какие-то животные отходить и так далее, и так далее, и так далее. То есть не получая от вас жизненной энергии во время голодания, которыми вы ранее обслуживали все свои привычки, желания и так далее, и так далее, в итребеньке, они начинают дохнуть и уходить от вас. Видите, что интересное происходит? Чтобы вы понимали. К сожалению, я пропустил, когда камера отключилась, я все продолжал комментировать, комментировать. Поэтому я просто документирую, что там вышло, не вышло уж. Уж извиняйте меня. Ну, ладно, поэтому... Третий совет. Определите для себя ежедневный период созидания, свободный от повседневных забот. То есть тогда, когда вы будете делать практики по методу Джона Кеха. Это то время, когда вы будете получать необходимый заряд энергии. Однажды Джон Кеха позвонил в одну компанию и попросил предоставить ему информацию, необходимую для работы. Женщина, с которой он разговаривал, попросила его перезвонить через полчаса, сказав, «Извините, но сейчас мы не можем получить информацию из компьютера. На нем выполняется программа». Положив трубку, Кеха подумал, «Именно так мы используем силу мысли. Выполняя мысленную программу, мы закрываем свой мозг для всех внешних раздражителей и прогоняем программу вновь и вновь». Джон Кеха приводит даже интересный образный пример. Представьте себе пипетку, наполненную красной краской. Каждый день вы капаете по одной капле в большой сосуд с водой. Сначала вы не заметите никакого эффекта. Краска будет быстро растворяться и поглощаться водой. Однако, продолжая капать, вы увидите, что сначала вода станет бледно-розовой, затем розовой, пока наконец не превратится в насыщенный красный раствор. При создании новой реальности в качестве пипетки выступает ваш ежедневный период созидания, когда вы отключаете своих повседневных забот, трудностей и действительности, в которой проживаете настоящие моменты. Этот период может длиться от 5 до 30 минут, в зависимости от того, как вы определите для себя его сами. Регулярно применяя изученные приемы, вы вскоре заметите постоянный усиливающийся эффект. Речь идет о самодисциплине, речь идет о самоорганизации. Вы должны выработать и эти качества. Время, я уже до этого говорил, вы должны уделять определенное количество времени для того, чтобы ваши мысленные посылы начали работать, начали в конце концов обретать материальные очертания, и в конце концов вы должны соответствовать этому. Я уже до этого говорил. Это время, это занятие и так далее. Лучше всего, смотрите, чтобы это все, как бы сказать, перетекало в нужную, как бы сказать, работу. Это лучше всего делать перед сном, позаниматься. Вот тут как раз вы можете посвятить самому себе и полчаса хорошей такой работы. И, кстати, от умственной работы сознание расслабляется и лучше наступает сон. Сознание очень быстро утомляется, когда вот есть необходимая там концентрация и так далее, и так далее. Либо же там можно это делать с утра. Но вот важно ежедневно и в одно и то же время еще это делать-делать. А если вы хотите какого-то результата более там быстрого, ощутимого, то вы должны почаще этим заниматься. Вот я когда выгонял из себя психические зажимы с помощью дыхания, очищающего полевую форму жизни, я его использовал раза 3-4 в течение дня, чтобы быстрее, быстрее, быстрее все это пройти и вывести. Поэтому вот что я вам хочу сказать. Можно, знаете, как самодисциплина, а вы уже к этому делу, так сказать, примкнете или нет. Я бы где-то часиков в 7 начинал работу с красивыми словами, потом, допустим, там, медитацию или там чуть раньше летнее время года. И, естественно, я бы это же самое делал еще перед сном. Вместо того, чтобы посмотреть какой-то дурацкий фильм, передачу и так далее, и так далее, поработаем на свое благосостояние, на личностный рост. Вот в чем он заключается, личностный рост, и с помощью чего его можно, так сказать, концентрированно делать. Те, кто занимается этим в полсилы, быстро потерпят крах. А для тех, кто работает с усердием, не будет ничего невозможного. Это удивительная возможность дана каждому. И каждый из нас правил ли воспользоваться ею, либо ее упустить. Если образно сравнивать, наш мозг подобен саду, с которым можно ухаживать, наше сознание подобно саду, можно забросить его. Тех утверждает, что именно мозг создает окружающую нас действительность. Вы можете согласиться с этим или не согласиться. Вы можете заставить свой мозг работать на себя или пустить все на самотек, и вас будет постоянно преследовать неудачи. Действительность, в которой вы живете, всегда будет создаваться вашим мозгом. Со своим этим мозгом носятся, как дурень со ступой. Это, знаете, кажется, как бы сказать, для человека, воспитанного материалистом, какие-то там нежелательные вещи. Но если посмотреть, что создано материально, и так далее, грубо говоря, заводы, фабрики, дома, и так далее, что лежало в начале всего этого сознания? В начале любого какого-то действия лежит мысль. Ага, я здесь построю дом, ага, здесь я посажу дерево, здесь я еще что-то сделаю, здесь я еще что-то, а тут будет завод, тут еще там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А тут мы с вами работаем именно с собой любимым. Если мы любимы, и мы хотим жить лучше, нежели до этого, поэтому мы и должны делать то, что до этого не делали, мыслить так, как мы до этого не мыслили. И в результате будет действительно получаться. Опять-таки, действительно, как с тренировкой. Вот я начал тренировку, потихоньку, полегоньку, дошел вот до таких весов. И дальше, дальше, значит, вот я занимаюсь, и что-то там потихонечку нарастает. Это действительно древние методики, они еще были более лучше разработаны, так, что-то схватили и так далее. Но помощью которых можно изменить свою собственную реальность, изменить свою собственную организацию, изменить свое собственное благосостояние, работая с пространством. И тогда действительно к вам потянутся люди. Опять-таки, невольно сравниваешь себя с Леночкой Блиновской. Вот к ней потянулись люди. Потому что какое-то действие оказывается. Вы на канале ощущаете от меня воздействие. Определенно, да, положительное. Вот если мы сейчас будем работать в этом плане, вот грубо говоря, я так для себя, знаете, а что я решил, то я сделаю обязательно. С утра я буду работать, можете подстегнуться ко мне. Вот часов семь надо начать вставать. Вот эту лень, которая тебя это самопривоздила. И вечерочка. Красивые слова и медитейшн. Красивые слова вы можете у меня найти на канале, как это все я работал. И я их повторю. Это очень сильная методика. Очень сильная методика. И я это ощутил на себе. Опять-таки, стих спустился оттуда. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю. Чудесной, дивной красоты. Оно основа существа. И заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. И вспомнил, произнес. И чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня. И время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю. А слово тайное храню. Так вот, я еще буду работать со словом. Я еще буду работать с образом. И я еще буду работать, как тут мы вдвоем объясняем вам все это. Наш мозг, как вы знаете, делится на сознание и подсознание. Чтобы показать, как они работают. Сознание, подсознание, забудьте. Сознание – это наш рабочий инструмент, с помощью которого как раз мы вот это все и делаем. А это там подсознание и так далее. Подсознание – это, грубо говоря, память о наших прежних жизнях. И прочее, 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 которые тоже влияют на это. Это можно сюда отнести понятие кармы. Но мы не будем в это углубляться. Потому что это воюет в сторону. Мы будем задействовать инструмент в своем собственном сознании, работая с ним, структурировать пространство вокруг себя, выращивать вот этот вот из себя вот этот фантом и вокруг себя. Менять свою сущность с помощью сознания. А не подсознание там. И добиваться желаемого. Но опять-таки, смотрите, со своими желаниями вы только не будьте как с этой рыбкой, старушка. Все должно быть как-то в меру и не затрагивать других интересов, других людей. Это очень и очень важно. В противном случае мы вступаем в такие, как бы сказать, отношения с пространством, где имеются соответствующие силы. Которые за нами следят и так далее. Они будут, конечно, радоваться за то, что у нас идет личностный рост, мы раскрываемся и так далее. Но когда это все будет выходить за рамки каких-то, знаете, дозволенных вещей, то дуля с маком. И опять-таки, мы берем Леночку Блиновскую. Что-то тут не получилось, что вот так вот вышло. А так просто это не бывает. То есть тут надо учитывать и вот этот фактор. Мы сейчас говорим только вот об одном. О том, что дозволено. А есть еще то, что недозволено. И вот туда-то, со своими нравственными установками и так далее, если они не проработаны, лучше не лезть. Наши мысли и убеждения – это семена. А наше подсознание – подобно плодородной почве, принимающей любое брошенное в нее семя. Наше подсознание же выступает в роли садовника, который отбирает, какие именно семена попадут в почву. И, к сожалению, большинство людей не подозревает о своей роли садовника. Нам никто ее раньше не объяснял. Не занимаясь отбором, мы позволяем проникать в свой внутренний сад разным мыслям, как хорошим, так и плохим. А ведь они являются причиной всего происходящего в нашей жизни. Подсознание неразборчиво. Оно отразит неудачу, болезнь или провал с той же готовностью, что и успех и процветание. Нет, тут мы уже вторгаемся, можно так сказать, в область психосоматики. Не надо брать вот это вот подсознание и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы с вами намыслили, это состоит из определенной информации, определенной энергии. И это все существует определенное время. И плюс еще это все притягивает к себе подобное. И если мы с вами намыслили какую-нибудь ерунду, да если еще постоянно это все мыслим, то мы обросли вот этой вот информацией, которая, находясь внутри нашей, будем говорить, полевой формы жизни, начинает ее искажать. В результате этого искажаются соответствующие процессы, происходящие в ней, что ведет к сбою в работе тех или иных органов. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Вы садовник, и можете вырастить свой сад или оставить его в запустении. Но всегда помните, вам придется пожинать платы своего труда, либо собственного бездействия. Ну вот и все. Как вам разбор? Пишите. Можете подключиться. Будем заниматься. Так сказать, школа успеха. А почему бы и нет? Кстати, можете оставить отзыв. Кто вам лучше донес? Джон Кеха, Леночка, либо Чингис Норбу, либо еще там кто-то, еще там кто-то и так далее, и так далее. Продолжение следует...